Здравствуйте! С вами Календарь Рыбалова на телеканале Трофей. Первый месяц весны подходит к концу. Трава начинает зеленеть, а на деревьях скоро появятся первые листья. Природа наливается красками. Водная фауна уже окончательно проснулась и набирается сил. На этой неделе мы с вами будем ловить щуку, окуня, платву и чихонь. А теперь рассмотрим повадки их в конце марта и нюансы их ловли. На протяжении недели температура воздуха будет только возрастать. Ртутный столбик покажет от плюс 4 до плюс 14 градусов днем, а ночью от минус 1 до плюс 4. Синоптики обещают солнечную погоду, легкий южный ветер и повышенную влажность. Давление будет пониженным, а это положительно скажется на активности и аппетите рыбы. Осадки маловероятны. Погода стабилизировалась, на улице заметно потеплело. У некоторых видов рыб наблюдается посленерестовый период, а значит самое время заглянуть в лунный календарь. На этой неделе ожидается растущая луна. В это время рыбы питаются и перемещаются по водоему гораздо активнее. Так что можно смело заявить, что все козыри на руках у рыболова. От нерестившаяся щука чаще всего будет находиться в местах скопления мелкой рыбы. Постоянно находясь в поисках пропитания. Также ее можно будет заметить на мелководьях у поверхности воды. Наибольшие результаты в это время приносит ловля щуки с лодки на спиннинг. Большую помощь в поиске этой хищницы может сослужить и холод. Удилище для ловли с лодки должно быть быстрого строя и не быть слишком длинным. Для ловли с берега идеальным местом станут русла рек и границы водных растительностей стоящих водоемов. Окуня также в это время лучше всего ловить на спиннинг. У этой рыбы продолжается жор и его основной пищей служат малек и мелкая рыбешка. В закрытых водоемах его в первую очередь следует искать в донных углублениях. На реках окунь весной перебирается в устье и притоке. И если там есть коряжники, то лучше места для ловли вам не найти. Эту рыбу также можно ловить и с лодки, и с берега. Ловят окуня в конце марта на блесну, сделанные из латуни или никеля, длиной от 2 до 5 см. Пока вода еще недостаточно помутнела, леску лучше взять в пределах от 0,15 до 0,2 мм. Плотва все еще ведет себя довольно вяло. Преднерестовый жор у этой рыбы еще не достиг пика, но это произойдет очень скоро. Она активно путешествует по водоему, держась в донных углублений. На реках она предпочитает медленное течение, и искать ее следует в заводях и притоках. Плотву в марте можно ловить как на длинную болонскую удочку, так и на фидерное удилище. Последнее, к слову, приносит куда большие результаты. Лучшее время для ловли с 8 до 11 утра, и с часу до 2 после полудня. Леску нужно взять как можно тоньше. Специализированная прикормка для холодной воды с небольшим вкраплением мотыля значительно облегчит процесс. В качестве насадки берем мотыля или опарыша. Клев в чихоне становится все более активным, но пока, к сожалению, оставляет желать лучшего. Ситуацию может поправить лишь правильно составленная пахучая прикормка, которую желательно приобрести у специалистов. Искать эту рыбу стоит в реках со средним или сильным течением. Лучший клев наблюдается на границах течений. Выбор снастей для чихони в конце марта очень широк. Поплавочная удочка, спиннинг, донка и матчевые удилища. Из насадок отлично подойдет опарыш или навозный червь. Подведем итог. На этой неделе погода обещает быть тихой и спокойной, что хорошо отразится на активности рыбы. Щуку лучше всего ловить с лодки на спиннинг. Искать ее следует в местах скопления мелкой рыбешки и возле коряжников. Окуня ловим на небольшие блесна светлых оттенков, на спиннинг, с лодки или с берега. Плотвую чихонь ловим на поплавок или донку. Особое внимание следует уделить прикормке. Хочу обратить ваше внимание на нормы вылова. Сейчас он составляет 3 кг в сутки на рыболова. Отнеситесь к этому серьезно, будьте сознательны. Ведь это поможет сохранить популяцию рыбы. Я желаю вам хорошо провести время на рыбалке. И до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова